В вашем доме протекает крыша и трубы? Вы не можете припарковать автомобиль в собственном дворе? Вы переплачиваете зимой за отопление, а ваш домоуправ только разводит руками и ссылается на нехватку денег, либо не отвечает на телефон? Тогда решить ваши проблемы поможет частное сертифицированное домоуправление СЕА НЕКУСТАМА ИПАШУМА АТДЕСТЫЕВА. Команда профессионалов оперативно, качественно и прозрачно в кратчайшие сроки избавит вас от проблем. Звоните по номеру телефона 28279286 и мы ответим на все ваши вопросы. Обслуживаем дома Бриге, Юрмале и Иришском районе. Номер телефона 28279286. Пойдем. Не хочу. Выходи из машины. Мы уже приехали. Но еще пять минуточек. Сиденья Адванс Комфорт нового городского внедорожника Ситроэн С5 Эйр Кросс настолько удобны, что просто невозможно от них оторваться. Комфортотерапия, о которой вы мечтали. Пять лет обслуживания теперь включены в цену. «Ситроэн С5 Эйр Кросс». Спросите предложение прямо сейчас. «Ситроэн.лв». «Ситроэн». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня наша программа посвящена принятому недавно государственному бюджету на 2021 год. И эту тему у нас комментирует депутат Сейма Вячеслав Домбровский. Добрый день, Вячеслав. Добрый день. Больше даже вечера уже. Да, уже вечер. Приглашаем радиослушателей звонить в студию по телефону 672-12-93-9, 672-13-93-9, задавать вопросы нашему гостю, делиться своими мнениями и впечатлениями о том, как вы прожили этот год и как вам видится год будущий. И насколько вы чувствуете, что правительство при тех декларациях, которые оно делает относительно помощи населению, реально эту помощь оказывает. Как мы видим, любые, так сказать, акции, касающиеся населения, например, повышения налогов, они трактуются как забота о социальной защищенности населения. И есть много пиара вокруг этого всего, но вот в реальности жизнь выглядит немножко другой, поэтому как раз эту тему мы и собираемся обсудить. Начнем с того, что в новом бюджете переменена пропорция перераспределения денег между самоуправлениями и государственным бюджетом в пользу государственного бюджета. И это было подано как то, что именно эти деньги, которые отобрали у самоуправлений, пойдут на увеличение зарплаты медиков. Но по несчастливой случайности, как раз буквально на прошлой неделе государственный контроль Латвийской Республики опубликовал результаты ревизии по зарплатам больницы имени Страдыня. И в этом аудитовском заключении было указано, что при увеличении финансирования здравоохранения зарплат медиков только увеличивается разрыв между теми, кто получает много, и теми, кто получает мало. Потому что отсутствуют какие-то ясные критерии начисления этих зарплат. Доплаты к основной ставке составляют до 70% получаемых медиком доходов. И вся эта система начисления доплат и добавок, она такая непрозрачная, трудно регулируемая. И вот с 2017 года Министерство здравоохранения должно было разработать вот эти правила оплаты труда медиков, но ВОЗ и ныне там, правил нет, а деньги уже получены. Не приведет ли это к тому, что в очередной раз деньги уйдут не по адресу, и обобранное самоуправление, которое вынуждено будет выполнять свои социальные функции с меньшим бюджетом, будут вынуждены, может быть, отказывать в каких-то услугах жителям? Ну, здесь я думаю, что, во-первых, деньги не могут так совершенно уйти не по адресу, то есть деньги на повышение зарплат. То есть на что-то другое, кроме как зарплат, они уйти никак не могут. То есть, ну, это уже будет почти, практически такое подсудное действие, да, если вдруг деньги на зарплаты используют для покупки, там, не знаю, какой-то медицинской аппаратуры, да. Но в то же самое время, так сказать, у товарищей на местах, то есть у конкретных больниц есть, ну, весьма относительно большая свобода действия о том, как и кому, и что повышать. То есть точно такое же было примерно год-два назад, то есть когда была первая, скажем, волна повышения зарплат, и многие депутаты с удивлением статировали, что они-то думали, что они, например, повышают зарплаты всем на 30%, и вдруг оказалось, что реальное повышение зарплата, оно оказалось совсем не на 30%, и весьма по-разному разным группам, которые заняты в медицинском секторе и так далее. То есть у нас здесь, ну, я вот этот феномен описал так, что у нас так называемый командный состав в Сейме и правительстве меняется настолько часто, что этот так называемый командный состав, он, возможно, не совсем понимает то, как именно, какие эффекты у принятых их решений на местах. То есть, на самом деле, этой свободы настолько много, принятия решений на разных уровнях, что мы имеем такой феномен, что, как я уже сказал, депутаты думают, депутаты голосуют за законопроект, закон, который говорит увеличить зарплаты, например, на 30%, и потом с удивлением константируют, что абсолютно всем как-то на 30% не получается, а как-то эти деньги раскидывают совсем весьма по-разному, именно в системе. Ну, вы говорите о том, что политическая власть виновата, а с другой стороны, мы знаем, что чиновники, которые работают в министерствах, они довольно стабильны. То есть есть государственный секретарь, который руководит министерством, он решает все такие текущие вопросы, и на самом деле министр, как политическая фигура, может быть, может только каким-то образом надавить на то, чтобы какие-то вопросы решались быстрее. То есть мы видим, что отсутствует у министров политическая воля для того, чтобы эти вопросы решать по существу, потому что с 2017 года до 2020 прошло 4 года, и не создать какую-то ясную систему оплаты труда медицинских работников, при том, что все кричат, что медицинским работникам не доплачивают. У нас большой отток медицинских кадров, особенно среднего медперсонала, младшего медперсонала, который как раз работает в поле на переднем фронте борьбы. И этот вопрос никак не решается. То есть, может быть, причина все-таки не в политической власти, а в том, что какие-то механизмы не срабатывают. И вот вы сегодня в Фейсбуке написали о том, что у нас наконец-то в Латвии появилась стратегия борьбы с ковидом, которая должна была быть разработана, ну, по меньшей мере, летом, когда все было спокойно и можно было, так сказать, пораскинуть мозгами для того, чтобы придумать, что и как делать, как разделить потоки пациентов и так далее. Но получается, что опять в каком-то пожарном порядке, когда уже фактически ситуация здравоохранения близка к критической, министерство выдает на гора вот эту стратегию. Ну, эти, сказать, что во всем виновата политическая власть, это будет такая, ну, полуправда, да. Ну, конечно, в конце концов, виноваты те, кто решение принимает. Но у нас, опять же, политическая власть меняется так часто, что здесь более уместен вопрос, какая именно политическая власть, та, которая сегодня, или та, которая приняла те правила, скажем, несколько лет назад, которые в силе сегодня и так далее. Видите ли, чтобы разобраться во всей, скажем так, этой кутерьме, да, важно понять, что у нас в государстве все уже много лет устроено так, что основополагающим являются много-много всяких принятых правил, законов, правил кабинета министров и так далее, да. В рамках которых, скажем, люди на местах уже принимают какие-то свои решения. И то, что произошло за много лет, как эта система эволюционировала, да, это так, что те самые товарищи на местах, скажем, возьмем конкретную больницу, да, и врачей, и руководство, которые там работают и так далее. То есть они также, чтобы защититься от часто меняющейся политической власти, они в том числе, ну, скажем, многие годы лоббировали для того, чтобы были такие правила, которые их от этой политической власти несколько, так скажем, максимально защитят. Дистанцируют. Поэтому, получается, ну, поэтому, получается, есть огромное количество правил, в том числе правила, согласно которым индивидуальная больница, которая является собой, скажем, больницей у нас в основном является СИА, да, то есть, которые могут сами принимать решения о зарплате медперсонала, и где ни политики, ни правительство, ни чиновники не могут вмешиваться в эти решения, да. Все, что они могут сделать, это опять поменять эти какие-то правила, какие-то винтики. И поэтому получается, что, скажем, эта система всех, эта институционная система всех этих правил, да, она за эти многие годы, она стала настолько сложной, что когда у нас в политику в Сейм приходит, скажем, новый призыв, а у нас новый призыв, это, ну, люди, которые зачастую, скажем, большая часть Сейма, это люди, которые, ну, вообще не имели никакого отношения ни к государственному управлению, ни к законодательной, ни к исполнительной власти и так далее. То есть, они приходят, и они, естественно, в этих правилах совершенно не ориентируются, да. Они зачастую не понимают, какие эффекты тех решений, которые они думают, что они принимают, да. То есть, как люди на местах на это реагируют, какие решения принимают они. То есть, поэтому у нас, скажем, в примере, который вы упомянули насчет этой вот стратегии по борьбе с ковидом, ну, опять же, логично, что сначала принимается стратегия, потом в рамках этой стратегии принимается решение. То, что у нас произошло за последние полгода, это сначала принималась масса решений, а потом вдогонку к этому приняли стратегию. То есть, все встало абсолютно с ног на голову, да. Хорошо. Вот еще одна особенность нового бюджета, это то, что фактически он означает ликвидацию микропредприятий, и это порядка 60-90 тысяч человек, которые в данный момент работают в этом статусе или оформленные микропредприятия, фактически их приравнивают к обычному статусу наемного работника и предполагается, что этот работодатель или предприниматель, который ранее пользовался своим статусом, откуда-то волшебным образом вынимет деньги для того, чтобы заплатить налоги по полной программе. Вот насколько вы, ну, пытались, может быть, объяснить своим коллегам по парламенту особенности принятия этого решения и его последствия? Ведь они сами подготавливали этот законопроект, прекрасно осознавали, какое количество людей они оставят без работы. Ну, мы, вы, наверное, видели, что дебаты по бюджету во втором чтении, они длились 8 дней. То есть они длились как минимум какую-то часть этого времени с 9 утра до 5 вечера, и последние дни они длились с 9 утра и до 9 вечера. Все это время, все эти 8 дней на 99% говорили представители оппозиции, да. Я бы сказал, из этого, ну, наверное, 90% времени говорили примерно 8 депутатов оппозиции, включая меня. И вот все эти 8 дней, отвечая на ваш вопрос, мы пытались объяснить, донести до депутатов коалиции о том, каковы последствия того, что они сейчас собираются принять. То есть в том числе, если мы говорим о законе, о этих вот поправках, так называемой реформе закона по микропредприятиям и так далее, то есть только на это ушло, я думаю, не меньше двух дней. То есть два дня с утра до вечера в основном примерно 8 человек, депутатов оппозиции, объясняли коалиции, каковы последствия, к чему это приведет. Но здесь уместно выражение, как об стенку горох. Ну, по крайней мере, вы можете сказать, что вы в этом не участвовали или как бы снять с себя ответственность, ваша совесть чиста? Я не могу за себя принять такую ответственность, потому что я не принимал такое решение, да. То есть я его не принимал, я его не поддерживал в Сейме, да. То есть я от себя сделал все возможное, что там максимально отведенное время для дебата в Сейме. Оно было, я напомню, оно было коалицией сокращено почти в три раза, в конце концов. То есть я максимально использовал все это отведенное время для того, чтобы пытаться убедить представителей коалиции, что то, что они делают, в частности, касательно микропредприятий малого бизнеса, является собой, ну, как минимум, большую ошибку, ну, максимум большое вредительство для экономики страны. Ну, я вот обратила внимание еще на один момент, что принимая бюджет, правительство, ну, министерство финансов так громогласно заявило, что оно увеличивает возможности самоуправлением брать кредиты. Ну, вообще, вся нынешняя ситуация – это такая гонка за деньгами, не потому что уже в период правительства Каринша государственный долг Латвии вырос на 2 миллиарда, и вот эти миллиарды, о которых премьер-министр говорил с лозунгом «у нас никогда не было столько денег, как сейчас», они нам во многом являются заемными деньгами. То есть это, ну, как бы выстрел в будущее поколение, в то, что будущее поколение должны будут отдавать из своих доходов. Вы уже говорили в предыдущих передачах, что когда эта нагрузка ложится на уменьшающееся население, это еще более драматизирует ситуацию. То есть, ну, может быть, это теория заговора или еще как-нибудь можно это назвать, но если, допустим, в тяжелой ситуации, в кризисной, домашнее хозяйство остережется брать кредит, ну, потому что оно думает, как оно будет расплачиваться, и уж лучше я, наверное, там свои какие-то траты ограничу, отложу на какие-то будущие хорошие времена, то возникла такая система подстегивания государственных кредитов и кредитов самоуправлений, когда, ну, с одобрения высшей власти фактически нас, так сказать, загоняют в долговую яму. Вы так не думаете? Ну, я боюсь, что здесь, я понимаю, что есть желание искать какой-то, скажем, большой разум извне, который всем это управляет, но я боюсь, что здесь это только мы, только мы сами. То есть, касательно государственного долга, да, действительно, ну, Латвия за... Я думаю, что поучительно сравнить Эстонию и Латвию, хоть я таких точных цифр по Эстонии сейчас не приведу, да. И Эстония и Латвия начали в 90-х годах с практически нулевого уровня государственного долга, да. То есть, мы вышли из Советского Союза, где все долги Советского Союза на себя, так сказать, великодушно взяла Россия, да, освободив бывшие союзные республики от каких-либо долговых обязательств, да. То есть, и Латвия, и Эстония, и Литва вышли с нулевыми уровнями госдолга, да. На сегодняшний день, то есть, за 30 лет эти примерно, на сегодня у нас уровень государственного долга около 13 миллиардов евро. То есть, только он увеличился на 3 миллиарда, то есть, возрос почти на 30 процентов с 10 до 13, вот именно за последний примерно неполный год этого ковидного кризиса. Причем у Эстонии уровень государственного долга, он гораздо, гораздо ниже. Я сейчас не могу вам точно сказать цифру, да, но он значительно ниже, да. В основном потому, что они не увлекались во время кризиса 2009 года, они не брали в долг настолько, насколько брали мы, да. То есть, да, мы совершенно правы. В конце концов, это нужно будет, ну, нам всем выплачивать. Где нам всем зависит от того, сколько нас всех вообще в стране останется, да. То есть, если продолжается, но пока если все эти почти 30 лет сокращение населения наблюдалось, то, ну, наверное, вряд ли оно прекратится в следующем году или в послеследующем и так далее, да. То есть, ну, чем меньше нас всех, тем больше приходится этого государственного долга на одного человека. То есть, мы можем сейчас спокойно взять 13 миллиардов. Я думаю, это не все. Будет еще. Я думаю, средства будут браться в долг и поделить их на количество рабочих рук. То есть, количество рабочих рук, это на данный момент, кто работает, ну, это меньше миллиона, это около 900 тысяч человек. Ну, вот мы и получим то, сколько каждый из нас должен. Хорошо. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв. Радиослушателем приглашаю вас звонить по телефону в студии 672-12-93-9, 672-13-93-9, задавать свои вопросы Вячеславу Домбровскому. И мы сейчас сделаем небольшой перерыв. Вячеславу Домбровскому. Виа СМС верит, что капуста дарит чувство радости и позволяет каждый день превратить в праздник. Являясь одним из лидеров рынка и имея богатый опыт, уже более 10 лет с уверенностью заявляем, что больше капусты – больше радости. Мы знаем о капусте все и готовы делиться своими знаниями. Лучшие рецепты капусты ищи на ВСМС.ЛВ. ВСМС.ЛВ – эластичный займ. Нам доверяют. ВСМС.ЛВ – эластичный займ. ВСМС.ЛВ – эластичный займ. ВСМС.ЛВ – эластичный займ. ВСМС.ЛВ – эластичный займ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор 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 А.Егорова Потому что там что-то выросло, правильно? Ну, ясно, хорошо. Ислав, безнадёга имеет место? Ну, кстати, вот я сегодня как раз прочитала в журнале ИР такую колонку обозревателя Айва Розовенша, и он пишет, да, никогда ещё у нас не было такого смешного правительства. Но, к сожалению, альтернативы нет. Да, это правительство плохое. Но ничего другого вы, господа хорошие, ждать от нашей власти не можете. Вот что выросло, то выросло. Такую мысль внушают. И везде красные линии. Нельзя опускать, ну, я не знаю, таких здравомышленных людей, экономистов, как вы, к принятию решений, к обсуждению. Зачем? Да, ну, во-первых, насколько мне известно, только два министра выступили за то, чтобы им сократили зарплату. Ну, не повышали, по крайней мере. Ну, заморозили, да. Министр внутренних дел и, вроде как, министр экономики. То есть, остальных я не видел, их писем в бюджетной комиссии с такими просьбами. Далее, знаете, ну, я не соглашусь с посылом насчет того, что, ну, так, все, ничто невозможно, никакие разумные решения притворяться не могут. Ну, что тогда, лечь в гроб, попросить кого-то гвоздями, да, то есть, или покинуть страну. Я считаю, что, во-первых, необходимо, ну, все-таки, получить какое-то четкое понимание того, то есть, почему так происходит, да, то есть, в чего. Если понимаете, почему, то вы уже знаете, что нужно делать и как с этим бороться. Да, и этот почему, он, наверное, такой основной, такой главный интересный парадокс нашей страны, да, это то, что в том, что именно те, которые на словах, на бумаге являются самыми большими защитниками демократии, да, и, так сказать, так называемого западного европейского курса на демократию и так далее, да, то есть, фактически они по своим действиям, ну, являются, ну, такими наименьшими приверженцами демократии по сути, да, в том числе касательно их, то есть, их режим мышления, это о том, что они знают лучше, чем, скажем, тот же народ, что народу лучше, а народ такой, как маленький ребенок, сам не понимает, что для него хорошо и что плохо и так далее. То есть, поэтому они для себя полностью обосновали, почему они к этому народу могут не прислушиваться и вообще не принимать во внимание то, что он там считает, думает хорошо, правильно и так далее. Вот только вот проблема, видите ли, если бы у подобной элиты, которая настолько высокомерно относится к народу, если бы у нее получалось, ну, в смысле, вот, если бы, скажем, тот же экономический рост составлял бы, там, минимум, скажем, 5% в год, да, то есть, если бы доходы людей значительно повышались, да, то есть, бы эффективно справлялись с кризисами и так далее, да, то такое отношение элиты, может быть, можно было даже прирастить, да, как говорится, победителей не судят. Но у нас вот это вот высокомерное отношение элиты, оно сочетается также с тем, что у этой элиты совершенно очевидно, ну, не получается. То есть, ну, не видим мы этих значительных достижений, да, то есть, ни в степени экономического роста, ни в том, как справляться с кризисами и так далее. То есть, вопрос, почему это работает, почему эта элита все еще является элитой, здесь основной ответ, потому что красные линии, да, потому что, ну, видите ли, если в Сейме 100 человек, если из них уже изначально априори 30 исключить, то способов сформировать коалицию в 55 человек, их на самом деле не так много, да, их примерно может быть два, да, это по большому вопрос для тех же, то есть, элита тогда выбирает, мы коалицию делаем с, грубо говоря, региональными силами или с какими-то новыми революционерами, да, но все остается по-прежнему, да. То есть, поэтому причины, они, в принципе, и как, они понятны, и с ними можно бороться, да, и то есть, и для того же народа, ну, степень борьбы с этим, это, ну, начиная, естественно, с голосования на выборах и заканчивая гражданской и политической активностью. Угу. У нас есть еще звонок, давайте послушаем. Добрый день, говорите. Добрый вечер. Да. А у меня вот такой вопрос. Я уже спрашивала у вас на радиостанции, мне не ответили. Почему на СПИД и на гепатит не нужно направление семейного врача? На коронавирус, на анализ нужно. Ну, во-первых, сейчас до семейного врача не очень ты доберешься. В поликлинику люди просто боятся ходить. И семейный врач не всегда даст направление. А в коммерческих организациях это стоит очень дорого. Вот об этом вопросе, может быть, в парламенте тоже этот вопрос поднять. Почему я не могу поехать и сделать анализ добровольно, сама, без напрача? Спасибо. Угу. Понятно. Поднимали вопрос? Я надеюсь, что звонящий меня извинит. То есть я не люблю отвечать на вопросы, но считаю, что не нужно пытаться ответить на вопросы, в которых ты не являешься достаточно компетентен. То есть я на данный момент не работаю в сфере здравоохранения. Я также не работаю в соответствующей парламентской комиссии, то есть я в бюджетной комиссии. Поэтому на данный момент мне, к сожалению, сложно ответить на этот вопрос. Понятно. Есть еще звонок. Давайте послушаем. Добрый день. Говорите. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Хотелось бы прокомментировать и хотелось бы услышать мнение гостя на эту тему. Как вам кажется, не было бы актуально и правильно ли в нашей стране поменять политическую систему, скажем так, на мажоритарную или как-то подвигнуть электорат, чтобы сформировалась минимальная коалиция. Потому что мне кажется, что это единственный способ, как реально поменять обстановку в стране. Спасибо. Да, спасибо. Мажоритарная система возможна в Латвии? Ну, это же конституционные вещи, да? Она, естественно, возможна. Ну, скажем, работает она же в других странах. То есть, ну, по-кроме ли, физически, конечно же, возможна и в Латвии. То есть, другой вопрос. Я думаю, что я не сторонник таких совсем сильных бросаний в данном вопросе. То есть, переход сразу с пропорциональной на мажоритарную, ну, это, может быть, скажем, вряд ли хорошая мысль. То есть, я за то, чтобы постепенно перейти в сторону мажоритарной системы. То есть, на то, чтобы сделать, например, как в Литве, да? Где часть депутатов выбирается по спискам партий, то есть, по пропорциональной. И часть депутатов выбирается по мажоритарным, то есть, из конкретных регионов. То есть, я за то, чтобы сделать этот шаг и посмотреть, что получится. Посмотреть, как это работает. Но даже при этом это вряд ли поможет проблеме так называемых красных линий. Потому что проблема так называемых красных линий, ну, она этническая. То есть, мы видим это вот разделение на так называемые латышские, так называемые русские партии. И мы видим, что партии, которые сами себя называют латышские, что они еще никогда в истории Латвии, новой Латвии, так называйте, 30 лет, они еще никогда не пускали, не были готовы взять в партнерство, в так называемую правящую коалицию, те партии, которые они называют русскими. То есть переход на мажоритарную систему, я не уверен, что это исправит данную проблему. Есть еще звонки, давайте послушаем. Добрый день, говорите. Добрый вечер. Я отойду от привильницы. Да, да, хорошо. Вы знаете, что на все ваши вопросы сегодня ответил умнейший человек, это, я считаю, его Элкин брал в интервью, это Янис Юрканс. Он ответил просто и легко. Правят чужаки. Один с Америки, второй с Германией, один в Германии, второй не зная, что тот хочет заработать. Они не знают, что в Латвии творится. Он правильно одним словом сказал, чужаки. И хотелось бы, господин Домбровский, вот вы считаете, Юрканс прав или как? Это просто, Юрканс ответил. Я знаете что, вот я горжусь, что такие Юрканс, такие как Янис Юрканс, гордиться можно. Латвия, я горжусь, что есть такие умнейшие люди. Я думал, вместо вот этого непонятно откуда-то прибывшего зарабатывать деньги шеп, здесь бы Юрканс, он бы на возраст кивает, что он уже не в Германии. Я думаю, что он 10 раз сделал бы лучше для латышей, для русскоязычных, для всех пользы, чем вот этот прибывший непонятно откуда, а нет, понятно, с Германией, за Гешефтом. Как вы, согласны со мной или нет? Понятно. Ну, я бы не сказала, что товарищ прибыл за Гешефтом, потому что у него была зарплата 1000 евро в день, и, собственно говоря, уж если о Гешефтах говорить, то вряд ли бы пост президента маленькой, но гордой страны именно материально его бы привлек. Но факт, конечно, в том, что человек потерял связь с реальностью, стал просто посмешищем. Я смотрю на то, как комментируют обе части публики, и латышская, и русская, последнее высказывание президента. И просто мне, честно говоря, жалко его, потому что его уже не считают вообще за человека. Ну, за личность. Уважение потеряно как-то совсем. Как вы считаете, Вячеслав? Я не согласен с Юркенсом. Юркенс не прав, хотя бы просто потому, что ни президент, ни премьер, ни они вместе страной не правят. Президент совершенно точно ничем не правит, хотя бы по конституции и так далее. То есть президент у нас, ну, его роль такая представительская. Торативная, да. Все, что мы, ну, также и можем, и слышим от президента, это, ну, очередные, как бы это назвать? Банальности? Ну, такие мысли из явления, скажем так, да, насчет, кто там может и кто не может праздновать. Живые могут праздновать Рождество, те, кто не живые, не могут, и, да, прочие банальности. Что касается премьера, да, то есть президент страной не правит. Что касается премьера, он тоже страной не правит. И мы это видим хотя бы, ну, вспомним воскресную речь премьера. Это не речь человека, который правит страной. Премьер, насколько я могу судить, больше считает себя таким, ну... Модератором? Модератором, да. Очень метко вытразить, да. Модератором собрания министров из разных политических партий, да. То есть функции которого больше, там, скажем, установить правила ведения дискуссии. Кому-то дать слово, кому-то не дать, да. То есть, но премьер тоже страной не правит. То есть то, в чем, я думаю, большая, к сожалению, проблема правления страной, это в том, что, ну, и это не проблема, это уже более проблема, такой, скажем, тех людей, которые попадают в эту правящую коалицию, да. Это то, что они не готовы управлять страной по сути, самостоятельно. То есть самостоятельно принимая решения, взвешивая плюсы и минусы каждого решения и быть готовыми лично нести ответственность за принятые собой решения. Они больше, наверное, более уместны сравнение как с приказчиками, да. То есть они, так называемое управление с такой сильной оглядкой на Европейский союз, на Европейскую комиссию, на Брюссель, на Вашингтон. То есть есть директивы, есть рекомендации, есть указания. То есть они стараются эти директивы, указания выполнить. Нет рекомендаций, нет директив. Ну, значит, считается, что и делать особо ничего не надо, да. То есть это не управление, это не управление, это стиль приказчиков. Я говорю, что они вороватые. То есть каждый министр, назначаемый в определенную отрасль, в первую очередь стремится реализовать интересы своей партии, так сказать, в распределении денег и в регулировании денежных потоков. То есть... Я не буду использовать такие выражения. Это все-таки, если есть такие доказательства, нужно писать письмо в прокуратуру, в КНАП и так далее. Понятно. Хорошо. У нас есть еще звонок. Давайте послушаем. Алло. Говорите. Алло. Нет. Нет звука. Ладно. Звоните еще. 672-12-93-9. 672-13-93-9. Еще есть звонок. Добрый день. Говорите. Добрый вечер. У меня, знаете, вопрос, Вячеслав, вот такой вот. Может быть, вопрос или комментарий. Просто создает такое впечатление, что у нас вообще государство, оно как бы становится таким национальным, с переходом в ультранациональное государство. И кажется, вот вроде бы надблок, он такой небольшой, там каких-то 7-8% не имеют этих голосов. Но как бы все, ну, как говорится, пляшут под их дудку. Вот то, что они хотят, то того и добиваются. И создается такое впечатление, что вроде как бы такая есть партия. На самом деле все такие же, как они, то есть правящая коалиция, ну, просто разбились там на какие-то партии, и все. Такого раньше, в принципе, не было, конечно. И понятное дело, что ультранациональное государство, оно, в принципе, ведет в никуда. Ну, и с этим вот сейчас все как бы сводится к такому, к национальному вопросу, закрывает глаза на все, поливать на все, там, главное, чтобы вот шли вот таким курсом. Ну, да, понятно, понятно ваше мнение. Ну, я думаю, что на самом деле Нацблок уже свою роль сыграл, и сейчас с ним конкурируют другие партии такого же плана. И я не думаю, что именно национальный блок сейчас так сильно влияет на политику. Как вы думаете, Вячеслав? Ну, знаете, звонящий совершенно прав. Я думаю, что утверждение, что национальный блок является таким фактически такой главной партией, я думаю, оно совершенно верно. Национальный блок, ну, видите ли, есть, можно быть, я считаю, что в самом по себе нет ничего плохого в том, чтобы быть, скажем так, национальным, да. Это то же самое, что, ну, скажем, выступать против национального полностью, это то же самое, что, наверное, выступать против, ну, там, отца или матери в том, что они семейные, да. Но у этого есть, видите ли, есть, скажем так, нормальная национальная, скажем так, такая повестка дня, которая созидательная, да, то есть которая идет на то, чтобы ваша нация... Процветала. Там, скажем, да, процветала, покоряла новые вершины и так далее, да. Но, к сожалению, у нас национальный блок, он такой, ну, со знаком минус, да, скажем так. Так он, его основная цель – это исключить лиц другой национальности от того, чтобы участвовать в государственном управлении. И национальный блок не делает из этого никакого секрета. То есть он вполне открыто говорит о том, что их основная заслуга заключается в том, чтобы, ну, держать не латышей подальше от управления страной, да. И поэтому взамен за это, взамен за то, что остальные партии, другие политические партии являются соучастниками в этом, национальный блок готов поддержать любые их, ну, почти любые их проекты, пожелания и так далее, да. То есть поэтому в этом смысле национальный блок действительно является таким самым, наверное, основополагающим таким фундаментом всего этого. Но у всего этого есть цена, естественно, да. Потому что та политическая система, которая основана на исключении, на политическом исключении, на отчуждении другой этнической группы, причем очень большой этнической группы, которая составляет собой ну, около 40 процентов, почти 40 процентов от всех жителей Латвии. У нее есть своя цена, и эта цена – это, ну, постепенная деградация политической культуры, деградация политического управления. То есть, ну, в принципе, все то, что мы с каждым годом видим, все больше и больше и больше. И вопрос, конечно, в том, когда, наконец, какая-то политическая сила, которая не является национальным блоком, когда она, наконец, проснется, откроет глаза и поймет, куда идет этот путь. – Хорошо. У нас много звонков, но, к сожалению, время программы подходит к концу. Давайте, может быть, еще один звоночек, последний примем. Буквально коротко. Говорите, пожалуйста. – Здравствуйте. Ну, то, что построено у нас в государстве, еще и Паус Розе здесь написал в цепи, все хорошо. Теперь вопрос господина Добровского. Скажите, пожалуйста, господин Добровский, вот представим себе ситуацию, что вы в той или иной форме пришли к власти. Я просто знаю, что уже бегают люди, пытаются вервать какую-то партию имени вас там и так далее. Станете, мы предположим, премьером. А сможете ли вы быть свободным от тех заокеанских или брюссельских дядюшек, которые сейчас практически страной руководят? – Да, Вячеслав. Или искусство торгово будет оттачивать, если бы министром стал я? – Ну, что значит быть полностью свободной? – Я думаю, что если Европейский Союз готов каждые 7 лет давать, грубо говоря, 10 миллиардов евро, то я думаю, что зачем от этих денег отказываться? То есть я думаю, что их нужно направить на то, чтобы максимально развивать экономику, а не на то, чтобы строить там футбольные поля в маленьких самоуправлениях, где и люди-то особо не сильно живут, да? Или всякие там мосты в никуда и так далее. Так что, ну, естественно, здесь вопрос в обмен на что. В данный момент эти средства, то есть так называемые европейские фунды, они предоставляются в основном из-за того, что мы являемся, наша страна является самой бедной страной Европейского Союза. Ну, хорошо, я думаю, что по сути, по сути, звонящий задал другой вопрос, да? И я, по сути, на этот вопрос отвечаю. Если я стану премьером, то для меня основным будет благополучие именно жителей нашей страны. Всех, не отличая их от личности, от того, где они живут и так далее. То есть, а не то, чтобы слепо следовать рекомендациям и так далее каких-то других стран. То есть, да, в мире есть другие страны, у этих других стран есть интересы, да? То есть, ну, если мы живем в стране с меньше, чем 2 миллиона, да, то есть нам, естественно, нужно иметь, так скажем так, в виду эти интересы. То есть, я думаю, их, так сказать, игнорировать, их не знать, это может быть весьма самоубийственно. То есть, но необходимо, скажем, зная эти интересы, делать все для того, чтобы между ними лавировать и извлекать для своей страны, для нашей страны максимальную выгоду. Спасибо. Есть такая пословица. Да, да. Если вы не самая большая рыба в океане, значит, надо плавать быстрее. Понятно. Хорошо. На прямой связи с нами был Вячеслав Домбровский, депутат Сейма и латвийский политик, экономист. Программу провела Людмила Прибыльская, звукорежиссер студии Родион Золотарев. Это была программа «Подоплека». И до встречи через неделю. Всего доброго. До свидания, Вячеслав. Всего доброго. До свидания. Слушайте радиомолтку.